ты чё уже с молотком пришла а зачем тебе молоток девчонки пришли мне помогать только они не знают что делать катя уже одела перчатки как катя если что попросишь она сразу одевать перчатки траву 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 твору траву рвать в общем после выхода видео где привезли строй материалов комментариях очень часто стали писать что надо убрать это все то есть это клей и цемент вот я согласен полностью как раз вот дождик прошел есть просвет такой поэтому мы сейчас вот потихонечку это все уберем хотя бы клей потом за цемент возьмемся потому что он такой тяжелый все таки представляет серию смартфонов big you magic новейший восьмиядерный процессор мощная батарея яркий безрамочный экран бесконтактные платежи big you magic создан чтобы впечатлять от пяти тысяч девятисот девяносто купи смартфон big you со скидкой промо код и ссылка в описании ролика у меня все идет война с этой мастерской тире склад и сейчас нам нужно вот этот угол освободить убрать все дрова в дрови них благо есть куда и вот на это место я уже сюда притащил сухую смесь положить клей как минимум и цемент я думаю здесь пространство будет достаточно много чтобы уложить еще и цемент вот с этой стороны окна я думаю что окна можно будет отнести на улицу сам в принципе ничего с ними не будет если на подставку конь поставить так что сейчас девчонки мне помогут и быстренько это вчетвером мы сообразим сообразим на четверых это будет достаточно быстро у вас у нас будет чуть подольше валя да обметает последние остатки мусора а то говорят женская рука не должна показаться мужской мастерской как не должны ты посмотри сколько мусора то что почище станет до мастерской очень много мусора если учесть что это не мастерская короче вот освободили место в принципе можно уже укладывать как минимум клей сюда с этой стороны правда я тоже хочу убрать сейчас посмотрю может быть подвину куда-нибудь в угол или вообще убрать часть окон отсюда их на улицу хотел убрать так подумал мало ли они да там у нас просто улице есть часть в общем сейчас я чуть-чуть отодвину в тот вон угол я в общем здесь иду и слушаю слышать он шикарно шикарно я думаю там фотки какой тетки в телефоне разглядывать чушек интереснее заснял телефон смысл на обычную проволоку шикарный думаю что он там вообще да потому что армопой же надо связать а это вязальная проволока как раз обменить обмедененная правильно говорит я думал какой-то обручу такой взял и вспомнил что я привозил сюда с города вот эту визуальную проволоку я ее нашел еще 2 моток где-то должен быть шикарно конечно не надо покупать вот так вот пройдешь мимо сарая муж с такими возгласами вот и подумаешь не на чай не то а я здесь телевизор смотрю которого нет я здесь начнешь прибираться вы здесь в закромах еще а при этом четки не случайно а то я тут сколько здесь всего еще у тебя ну хороший добротный такой сарай много что показали только угол так ученики остальные 90 процентов засраны я все убираю это убираю прибираю убираю за приношу как там обычно говорят творческий беспорадок здесь загаженность уйти он не аж красиво хотел сказать приближается небольшая . хорошо цемент я не открыл пять штук я увез еще две ходки наверное еще до дождя надо успеть в общем все успел я до дождя сложил аккуратненько их во двор стопочкой остался еще поддон вот этот и 2 есть из-под цемента вот это целый я думаю применение ему потом найду вчера вышло видео про мой огород и вы мне советовали все выкопать чеснок что уже пора так что я беру за чеснок мне он срочно выкопать вот не должно было быть сегодня дождя но то что такое такие, что вот еле я чеснок выкопала, потому что под конец уже дождь пошел. Но хорошо ведь, хоть он был недолгий. В общем, я выкопала чеснок. Он у меня есть всякий разный. Вот моя рука. Вот. Ну, в смысле, есть и большой, и вот такой вот маленький. Но это, я так понимаю, это и весной то, что там втыкнула вот эти вот зубчики. В общем, немножечко оно у меня простоит, просохнет. И вот эта вот грядка у меня, которая есть, я ее не буду перекапывать. Просто сейчас возьму грабли выровняю, принесу сюда кролячьего навоза, сверху мучу, и все. Посажу сюда свою драгоценную клубничку. Сейчас объясню, почему у меня здесь будет драгоценная моя клубничка. Моя заросшая плантация клубники. Кабрила. Кабрила, Мурана, Альбион. Но вот здесь видите, да, в этой клубнике нет вообще ни одного цветочка. А вот в Альбионе опять есть. То есть в прошлом году где-нибудь конец сентября, по-моему, ну да, в конце сентября мы ели свежую ягоду. И вот она опять зацвела. Я ее хочу максимально размножить, она мне вообще на весь золото. Поэтому вот все усики, которые здесь есть, лишние, ну как лишние, которые уже выросли. Вот, я их сейчас буду туда пересаживать, потому что с той стороны я даже, по-моему, ягодку видела. Вот здесь уже хорошие такие усы. Прям вот с корнями. Сейчас покажу, где ягодка есть. Вот он, маленький кустик. И вот ягодки. Скоро будут ягодки спеть. Так что, вот как вы помните, Альбион у нас перезамывал очень плохо, но он очухался немного. Поэтому я за ним буду следить. Лук здесь, который между этим был у нас, между клубникой, я его тоже выкапывала. Сегодня прям у нас будет урожай лука и чеснока. Ладно, все, я пошла дальше заниматься. А потом приду опять. Ну вот опять ягодка. Так что Альбиончику он прям вообще очень мне нравится. Так, у нас здесь стулька растет. А здесь, по-моему, это лилейник, правильно если называется. Посмотрите, какие они красивые. Красивые, красивые. А как пахнут? Ой, а пахнут они тоже очень вкусно. Я тут, в общем, мимо хожу. Уж забыла, что это. А, вы часто спрашиваете, что мы обычно готовим. Да все как обычно, всегда по-разному. Сегодня вот у нас будет рагу с мясом, с овощами. Так что сейчас иду в огород, собираю овощи и пойду тушить, потому что у меня мяско там уже тушится. Кабачки я вижу здесь уже, кстати, там вовсю растут. Здесь надо тоже сразу же. Мне кажется, я нашла все-таки большую морковку. О, они тоже какая-то неровная тренога. Почему они так растут? Понятия не имею. Я порвлю. Нет, не от меня. Не от тебя. Ужин готов. Ну, я свою тарелку покажу. Тушеная морковка, кабачок, картошка, свеколка и мяско. И дети дома. Катя, привет. Привет. И Соня пошла за стулом. Привет, привет. Соня, ты где? Привет. Привет. Надо срочно стулья делать. Ладно, все, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Пошли кушать. Ой, я забыла про салатик. Салатик-то все свое почти. Уже половину съели. Все, кушать, 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 кушать. Валя там занималась клубникой. Я тут косяки устранил свои. В комментариях мне написали, зачем вот просверлил отверстие и просолну трубу, потом ее не вытащить. Так я сейчас вот подшил с этой стороны доску и напротив, соответственно, тоже. И теперь у меня получается труба будет просто вставлена. И она у меня изначально под уклоном стояла. В комментариях также написали по поводу того, что уклон нужен в сторону от дома, для того, чтобы, если что, вода не затекала в трубу. То есть не вот так, получается, должна стоять, а в другую сторону. Вот таким вот образом. И эта труба должна находиться ниже лаг, чтобы проветривание шло нормально не в утеплитель, а под лагами, соответственно. Привет, молодой человек и белой футболочке. Да. Мы сегодня с тобой... Зря ее одел. Купонетное дело, блин, фундамент дела, да белый этот. Да нет, это рабочая коробка. Рабочая. Слушай, мы сегодня с тобой как это-то, как... как это называется? Командировки оба. Я в одном конце огорода, ты в другом. Целый день друг друга не видим. Ну, я не в огороде, если что. Это Лаля у нас огородник. Подожди, а ты говорил, что здесь пленка будет. Почему Рубероид? Я посмотрел, что пленка у меня тонкая. Там, наверное, 200 микрон как минимум надо. И ее не хватает все равно чуть-чуть. Поэтому я решил, есть Рубероид. Буду использовать Рубероид. Эх, Артем, отдай. Ну, я думаю, что плюсы и минусы есть. Как бы я спрашивал по поводу пленки и Рубероида. Но решил все-таки Рубероид использовать. Так как у меня его много, еще два рулона остается на гидроизоляцию. Сверху по фундаменту еще пущу. Единственное, я вот... надеюсь, что я вытащу все-таки опалубку. С этой стороны-то, я думаю, что удастся все-таки это сделать, потому что здесь пространство есть. То есть, добраться до этих обросточек. Ну, а здесь будешь траншейки копать. Не, ну, здесь и так, в принципе, нормально. А вот выше-то, получается, все под землей. Вот там не знаю, как я опалубку вытащу. Не хотелось бы, чтобы... Катя здесь тоже помогает. Привет, человек, красных сапогах. Что, о чем ты говоришь, не хотелось бы? Не хотелось бы терять если я столько строй материал. Ну, придется подкапывать, наверное, для того, чтобы, я не знаю... так у тебя... Ой, так у тебя здесь все готово. Вот так вот. У меня такое ощущение, как будто мы с тобой недели не увиделись. Ты в одном конце там нашего участка, я в другом, да? Да. Всем доброе утро. Вчера я добил рубероид в опалубке и начал уже потихонечку размечать, рассчитывать, так сказать, подготавливаться к армопоясу. Сегодня обещали выключить свет где-то с 10, поэтому я утром встал и начинаю потихонечку резать. Сейчас покажу, что я соорудил, как я что изгибаю, какие рамки у меня получаются. В общем, я сделал вот такой вот импровизированный стол, состоящий из уголка и бруска. Ну, чтобы сюда вот арматура вставлялась и гнулась за счет трубки. В принципе, многие, наверное, видели на ютубе. У меня, в общем, не с первого раза получилась рамка. Первая у меня так и лежит, она большая у меня получилась. Я вчера еще согнул несколько штук. Раз, два, три, четыре. Первая у меня обракована. Я не знаю, попробую ее выгнуть обратно. Здесь размер чуть больше, чем мне необходимо было. Просто очень много нюансов. Объясню на моем личном примере, а потом дальше вы, в принципе, можете применять к своей опалубке. Дело в том, что у меня опалубка внутри, ее размеры 800 на 450. И рамка мне нужна была вот такая вот примерно. 700 на 390. Для того, чтобы внизу расстояние от щебня было 60, 6 сантиметров, а сверху было 3, ну, 3-4 сантиметра. С боков около 3 сантиметров. В итоге, в принципе, так и получается по этой конструкции. Но с размерами я не угадал. И в третий раз у меня по расчетам, вот по этим, вот пруток, соответственно, он будет 2 250 длиной. То есть сейчас я режу вот 2 250 длиной. И у меня вот разметка как раз 270, 670, 370, 670 и 270. То есть я метки ставлю вот на этих вот промежутках. И получается у меня рамка как раз таки 700 на 390, какая вот там и указана была. Сейчас покажу, как я вот это все гнул. Вот эти шурупы вы можете сразу изначально поставить, но надо учитывать сам изгиб. То есть вот у меня расстояние от края уголка до шурупов меньше на 3 сантиметра, чем сторона. То есть здесь получается 360, а у меня 390 сторона получилась. А вот от этого до угла, соответственно, до края уголка, соответственно, 67. То есть так 700 получается сторона, а на 3 сантиметра меньше, значит 67. И этот шуруп у меня чуть ниже. Вот. Поэтому первый пруток я, естественно, разметил по всем этим, по всем рискам, поставил сразу по гибам шурупы. И вот здесь достаточно отметить один край 270, как у меня. Отогнуть его сейчас покажу все. А потом посмотрите. Тема у нас здесь настолько заработался, что он даже не чувствует, что на улице уже жара. жарко я сейчас перейдем. Мне так удобнее было. Короче, смотрите. Валя мне на подмогу пришел, потому что я не могу снимать и показывать. Вот здесь вот 270 отметил. И ставлю вот эту риску, ну, не вплотную к уголку, вот так, в принципе, хватает. И ты не говоришь точности на один миллиметр в эту сторону? Нет, это наоборот. Это удобнее для того, чтобы гнуть. Нет, я вот как раз-таки говорю, что ты обычно один миллиметр в эту сторону. Ну, это для того, чтобы труба не уперлась в уголок сам. То есть, и вот таким вот образом отгибаю ее в эту сторону. А вот эти вот шурупы у тебя для чего? Ну, вот я шурупы сейчас объяснил, для чего. То есть, и, соответственно, первый упирается вот в этот шуруп. Здесь уже, в принципе, мне ничего считать уже не надо. Ничего не мерить, никакие риски не ставить вторые. А почему тебе не надо мерить? Ну, потому что я уже по шурупам поставил. Шурупы, видишь, показывают мне, что так и надо. Вот это конструкция. Вот, потом, соответственно, перекидываем на вот эту. Этот шуруп это уже будет ширина. Здесь этот отступ маленько сделаем. Вот здесь вот. Чтобы труба не уперлась в уголок просто-напросто и все. В общем, у нас скоро свет опять отключен. Да, я сказал. Буквально минут 40, наверное. Так, и что теперь? А что надо вытаскивать? Все, застрял. Ну и последний также на этот шуруп. Стороны-то две и два угла. Вот, и все. И получается второй последний резточный. За две минуты ты сделал одну штуку, а их тебе надо делать 743. Не знаю, сколько мне надо, но надо. Вот, это пруток 8 миллиметров. Основная арматура будет 12. А почему у тебя такой нахлёст друг на друга идет? А, ну это так надо. Потом это связывается проволокой. У меня нахлёст где-то около 150 миллиметров. 150 миллиметров? 15 сантиметров! То есть, вот эта рамка такая же, как и вот эта. Одинаковая. Одинаковая. То есть, если померить здесь, вот, 390, как и в чертежах. И здесь тоже. Ну здесь 690, чуть-чуть вот здесь 695, это ничего страшного. Ясно. Ну ладно, я пойду, а то мне надо борщ готовить надо. А да, надо успеть же. Успеть и борщ приготовить, и, короче, очень много дел. С этим светом прям. Ладно, я подготавливаю. Ну ладно, всё, ушла я. А минут через 10-15 выключат свет, ну, по крайней мере, обещают так 10 часов. И до 3-х не будет его. Я уже нарезал арматуру 12 миллиметров. Нарезал уже хвост эти, на рамки пруток 8 миллиметров. У меня 2. Уже забыл, 2 250 длина. Здесь вот у меня будет потихонечку, наверное, собираться вся эта конструкция. Поставил, посмотрел. В принципе, меня устраивает. Вязальную проволоку, вот медную взял. Ещё есть проволока, которая шла в гофре пластиковой для кабелей. Но она тонкая. Я в 2 слоя, наверное, тоже её буду использовать, чтобы не валялось. И всё. Вот сейчас свет выключат, и буду вязать потихонечку. Субтитры сделал DimaTorzok Ничего себе. Ну что, ты рад? Ну да, вроде. Нормально всё. Вот здесь вот ещё надо перемычки поставить. Видишь, я вот эти вот, как они называются, хомуты, стяжки, я не помню, как они называются. Короче, сюда не поставят, потому что здесь фундамент старый, и они могут упереться. Стой, я стой, с той стороны паду. Что, говоришь, ты не поставил? Я не поставил вот сюда такой же проток 8 миллиметров, потому что, видишь, здесь железки всякие, они будут 100% мешать. Поэтому я по месту закреплю туда отдельными кусочками, и всё. А-а-а. стороны открытая, поэтому я, может, заведу и как-нибудь её аккуратненько под углом поставлю. Ну, или это срежу. Так, вроде же, хорошо, что они вот так вот торчат, потому что они будут соединяться с этим фундаментом, правильно? Видишь, я ещё сделал эту короче, а эту длиннее. Почему? Она всё равно длиннее, потому что здесь она уперлась бы, если бы я такую длинную разделал. А-а-а. Арматура, если бы вот такая длинная была, она бы уперлась вот здесь вот осталась. А-а-а. Ясно. Ну, ладно. Блин, я думал, я думал, что это будет быстро, но... Целый день? Нет, так, нет. Да. Может быть, ещё я сегодня одну сделаю, но получилось, в принципе, неплохо. Ещё надо подложить камушки, чтобы армопояс был на высоте 5 сантиметров. Сбоку как минимум 3 сантиметра по бокам опалубки. И сверху должно быть 3-4 сантиметра. Ты гнишь. Я очень вовремя подошла. Я так гнишь. Я пришла снять, как? К нам подмога подоспел. Подоехал. Миша, Миша проезжал, в гости заехал и решил поработать маленько. Чуть-чуть. Помочь решил. Чуть-чуть. Я, оказывается, неправильно здесь, как это называется, вязал арматуру. Миша показал свой способ, намного удобнее и намного жёстче конструкция стоит. Век живи, век учись, как говорится. В общем, я показываю, не знаю, как объяснять, не знаю, что за способ, как мне показалось. У нас нет вязальной проволоки, поэтому мы изгаляемся над собой как хотим. А вот здесь вот, У нас есть крепкая проволока. Крепкая проволока. Как-то? И руки крепкие уже. Как-то интересно, как-то вот так вот. Ну да, она подтягивает её просто. В угол. А-а-а. Сейчас переворачивать будем с той стороны так же. Ладно. Поехали. Куда едем? Ну, откручиваем. Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Вдвоём-то баз-баз и готово. А так, Тёма, здесь один. Так вы сейчас уже сегодня там минут за 15 весь этот сделаете, да? Да. Ну всё, через 15 минут подключимся. Один мне каркас поможет. Показал как раз как её скручивается и всё. Я думала, мне сейчас ночёвка остаётся и завтрак утром это всё готово. Я надеюсь, все поняли, что я шучу. Ты сюда крепил, да? Соня ездила на своём вот этом лесопеде. Сейчас она пересаживается на мой велосипед. Ты уже прокатилась на нём? Да. Ну и что, как? Я на нём как на мотоцикле. Это, наверное, как с четвёрки на Ниссан, да, мы сели? Ну давай я тебя засниму, как ты катаешься. Сейчас я покажусь. Ого, села и поехала. И всё, угнали у меня велик. Пока. Пока. Приезжайте почаще. Ой, кошка-то села, смотрит, куда эта Соня уехала? Катя решила подпереть блоки, потому что они плохо стоят. Вот она так и будет стоять. Да, Катя? Или ты с той стороны уже? Спряталась. Она, наверное, обидит, что она на большом велике не может поместиться. В общем, я выкопала весь чеснок и лук. Лука получилась вот такой вот ящик. Ну, я не знаю, не могу сказать, что прям вау, урожай. Ну, вот это вот, наверное, один из самых больших луковок. Вот в прошлом году у меня прям раза в два точно больше был, чем вот этот лук. Ну, вот такой вот. В основном он маленький, очень много в стрел ушло. Вон я там хоть и рвала вот эти штуки, с бульбочками, с семенами у меня две штуки осталось, а так я их срывала, ещё когда они только-только начинали. Но всё равно они выросли и чёрти что в этом году. Это у меня куча, я там клубнику чистила. А, что вспомнила? Так кто-то у нас спрашивал, откуда у меня, у нас откуда такой ящик. Я понятия не имею, что это за компания, что она производит, но ящик Коля как-то привозил, походу так. Так что вот, не знаю, что это за компания. Так, сейчас покажу, сколько у меня чеснока и где он хранится. Лук сейчас тоже туда подниму. Короче, с Мишей поставили ещё одну, один армопояс, вот такой вот коротенький. И вот с этой стороны, наверное, надо будет ставить ещё дополнительные вертикальные обрезки и арматуры. С этой стороны вообще он в камень уходит. Валя тем временем включила стахановца. В общем, у всех женщин есть рабочая сторона и не рабочая сторона. А у нас Тёма снизу вверх, да пожалуйста, они с того же да пожалуйста. Пожалуйста, у нас всё для жены. Наоборот, против жены. Мне, чтобы стараться её скорпевать, чтобы она выглядела по-человечески. Ты наступил на мою траву. Её и для кроликов. А, простите. Соседи ругаются. Да не ругаются, они просто картошка там горит. всё нормально. Валя решила убрать вот этот вот уголок. Здесь очень много было травы, дрова. Ещё с того, два года назад мы их сюда положили. И решила всё это убрать. А, потому что дожди заканчивались потихоньку, но они скоро опять начнутся. Я хочу всё вот большую траву убрать, триммером прокосить, чтобы было чистенько. Вообще бесит уже трава. Когда она закончится вообще? Да никогда не закончится. У нас очень много трав. её не будет. Вот, сегодня у нас рабочий день скоро. Нет, У нас там цыплёнок на клофе катается. Иди с ними. Нет, уже всё, не успел. Ну блин. Ладно, короче, ты хотел сказать, что на сегодня всё? Да, рабочий день подходит к концу. Мне Миша помог ещё с одним куском аромопояса. Спасибо им большое. и я, может быть, ещё какой-нибудь кусочек сделаю сегодня. Что, опять подожди. Снимите. Успел снять. Получилось. Цыплёнок залез просто поближе, посмотри, что я там показываю. Да что такое-то у тебя? Да там птица летит, у неё что-то в зубах, но ты уже его не снимешь, она улетела. Да здесь, понимаете, что не это, что какой-нибудь красивый кадр пропадает вообще. Время у неё в зубах, время. Который мы не поймаем, который неумолимо влетает от нас. Да. Ладно, на этом всем пока, да, видео опять длинное получилось. Бишь, как я корненько. Всем пока. Всё. Всем пока. Спасибо большое за просмотр, за лайки, комментарии, всем. Чё, ещё что-то увидела? А, нет. Рука твою увидела. руку она увидела, всё, понятно. Всё, пока. Ладно, пока. Пока. Ты, блин, по траве ходишь, которая для кроликов готова. Вот что за муж, а то меня не с того ракурса снимет, то... чувствую. Какая емule, во всём не 공ал, ко с ко с к Ah Anей, по траве ходишь, так как и с князь, по дереву. Три, что она была, по траве ходишь, по траве ходишь, по траве ходишь, по траве ходишь. Продолжение следует...